Диана Удовиченко. Плохая девочка. Дзингу. Жил-был в третьем веке нашей эры японский император Тюай из династии Ямато. Был он человеком мирным, образованным и чрезвычайно утонченным. Целыми днями играл на семисене, складывал оригами и сочинял хокку. Однажды Тюай женился на девушке по имени Акинага Тараси Химе. Она тоже была образованная и утонченная, но нихуя не мирная, а очень даже воинственная и практичная. Посмотрела Акинага на хозяйство. Казна пустая, придворные практически экибан угложат. Народ последний хуй без риса доедает. Ну и сложила хокку с намеком. Суши сожрали, дыра в кимоно, полный пиздец. Не пора ли идти воевать? — Что ты, дорогая? — испугался Тюай. — Давай я тебе лучше на семисене сыграю, дрынь-брынь. — Я тебе сама на этом ебучем семисене сыграю, — возражает Акинага. — Давай сейчас всю культурную программу сразу выполни и пойдем уже на войну. Ну, сыграла на семисене, слепила из бумаги муравьеда, исполнила танец с веером, танец с зонтиком. Хотела еще танец с саблями, но вовремя вспомнила, что она не на Кавказе. — Ну что, доволен? Пойдем теперь воевать? — спрашивает. — Дорогая, ты явно саке перепела, — отвечает Тюай. — На вот тебе лучше хризантему. Акинага огорчилась, воткнула хризантему в прическу и стала думать, как бы мужа на войну раскрутить. Вскоре они поехали во дворец Косихи на острове Косю. Там Акинага, подобно лепестку сакуры, упала на ступени и лежит. — Дорогая, что с тобой? — спрашивает Тюай. — В меня вселилась великая богиня солнца Аматерасу и три божества Сумиоси, — отвечает Акинага. — Аматерасу знаю, а кто такие Сумиоси? — Хуй знает, но уебища те еще вселились и щекочут. — И что говорят? — интересуется Тюай. — Что во Владивостоке скоро запретят праворульные машины, и тогда вообще нам пиздец. — Надо, говорят, идти воевать в страну Сила, то бишь Корею. Тюай не поверил. — Ты, дорогая, наверное, просто супа миса перекушала, вот у тебя и тайфун во внутренностях. На тебе лучше хризантему. Акинага выматерилась, сложила экибану из хризантемы и старого веника и придумала новый план. Вернулись они домой, Тюай говорит. — Дорогая, давай займемся любовью. — Вызови гейшу, с ней и займись, — отвечает Акинага. — А мне тут некогда хуйней страдать, спать надо. Аматерасу обещала интересный сон показать. И легла. Тюай гейшу не вызвал, их тогда еще не было. Так, помаялся, свернул пару оригами и тоже задремал. Наутро спрашивает. — Ну, что тебе Аматерасу показала? — Показала охуительно богатую страну сила, в которую мы пойдем воевать. — Дорогая, ты конкретно заебала со своей силой, — говорит Тюай. — На тебе лучше хризантему. — В жопу засунь хризантемы цветок, что принес из осеннего сада, ёп твою мать. — Изящным хоку ответила Акинага. И Тюай внезапно умер. Придворные вахуе, народ вахуе. Тюай лежит такой, абсолютно мертвый, в руках бумажный муравьед, в задницах ризантема. А Акинага спокойно прохаживается и собирается на войну. — Ваше императорское величество. Что случилось с его императорским величеством? — спрашивают придворные. — А он не послушался воле Аматерасу. Вот богиня его семисеном по башке и уебала, — поясняет Акинага. — Возьмите на заметку. Вы не послушаетесь тоже, загнётесь к хуям. Тут уж делать нечего. Все собрались и пошли на войну под предводительством императрицы. Она прекрасно завоевала государство сила, обложила данью, и Япония стала процветать. Во время похода Акинага успела ещё и сына родить. У всех в домах появились Суши, Сакэ и Супрамэн. В благодарность Акинагу признали женщиной-правителем и дали ей прозвище Дзингу, что в переводе с японского означает «та, что может уебать семисеном». Акинага правила 69 лет и умерла в глубокой старости, всеми почитаемая. До самой смерти она ненавидела хризантемы. «Мораль. Если женщина что-то в голову вбила, обязательно получит, и никакая хризантема не спасёт. А если баба говорит, что жрать нечего, нехер перед ней на семисене, дрынь-брынь». Читала Елена Федориф Читала Елена Федориф